Дорогие друзья, приглашаем вас послушать новогоднюю сказку Олега Горбушина «Тайна Деда Мороза». Глава первая. Настоящий Дед Мороз. В обычной городской квартире жили брат и сестра Саша и Маша. Они знали, что в новогоднюю ночь ко всем детям обязательно приходит Дед Мороз с подарками. Саша и Маша решили его подкараулить. Вечером они залезли под одеяло и приготовились ждать. Очень скоро их глаза стали слепаться и незаметно для себя дети заснули. Но даже во сне они продолжали прислушиваться. Поэтому, когда возле ёлки что-то хрустнуло, Саша и Маша разом проснулись. Проснулись и включили заранее приготовленные электрические фонарики. Сначала от яркого света они зажмурились. Потом открыли глаза и увидели. И увидели обыкновенного Деда Мороза, Какого видели много раз по телевизору. В красной шубе, в круглой шапке и в больших варежках. Посох Деда Мороза стоял прислоненный к стене. На полу лежал открытый мешок с подарками. А сам Дед Мороз закрывал рукой лицо от света фонариков. Ну и Дед Мороз, разочарованно протянул Саша, самый обыкновенный. Ага, согласилась Маша. Дед Мороз сел на стул. Ребятушки, так нечестно. Вы меня видите, а мне из-за яркого света вас не видно. А может и настоящий, перебил его Саша. Смотри, у него на усах иней. А изо рта, заметила Маша, как из нашей морозилки, когда ее откроешь, пар идет. Давай для проверки за усы его подергаем, шепотом предложил Саша. И за брови тоже шепотом добавила Маша. Дети вылезли из-под одеял и подошли к Деду Морозу. Дедушка Мороз, а ты подарки нам принес? Принес, принес, ребятушки, улыбнулся Дед Мороз и склонился над мешком. Саше и Маше только того и нужно было. Саша дернул Деда Мороза за ус, а Маша за бровь. Ой, ойкнул Дед Мороз и выпрямился. Ай-яй-яй, ребятушки, и вы сомневаетесь, что я настоящий? Сколько малышей меня за бороду и за усы дергали. Не сосчитать. А вот забрось, Машенька, ты первая. Ну как, настоящие? Настоящие, хором ответили дети, даже не зная, радоваться им или пугаться. У меня все настоящее, и Мороз тоже настоящий, улыбнулся Дед Мороз. Он тихонько подул на елку, которая стояла в комнате, и елка вдруг вся покрылась синим. Непонятно откуда полетели снежинки и стали укрывать колючие ветки. В комнате запахло хвоей и снегом. Саша и Маша замерли, и широко открытыми глазами смотрели то на Деда Мороза, то на елку. Довольный, что удивил, Дед Мороз продолжил. Пора мне! Всем подарки под елку положил. Всех с Новым годом поздравил. Дед Мороз взял свой посох и встал. Открытый мешок с подарками для Саши и Маши лежал у его ног. Поздравляю, ребятушки, с Новым годом! Вот, Сашенька, подарок тебе. А вот и тебе подарочек, Машенька. С этими словами Дед Мороз наклонился и взял из мешка два последних подарка, перевязанных яркими ленточками. До встречи через год, ребятушки! Саша и Маша поняли, что Дед Мороз уходит. Им стало так грустно, что они шмыгнули носами, посмотрели друг на друга и одновременно выключили фонарики. В комнате сразу стало очень темно. Саша и Маша не хотели отпускать Деда Мороза и залезли в его пустой мешок. Интересно узнать, что же случилось с ними дальше? Какие тайны от детей есть у новогодних волшебников Деда Мороза и Снегурочки? Что произойдет, если эти тайны вдруг раскроются? Обо всем этом читайте на страницах книги Олега Горбушина «Тайна Деда Мороза». Книгу можно взять у нас в привокзальной детской библиотеке номер 8. А пока давайте попробуем вместе нарисовать главного героя этой истории – Деда Мороза. Приготовьте лист бумаги, простой карандаш, ластик и цветные карандаши. А теперь начинаем рисовать. В верхней части листа нарисуйте овал, похожий на небольшую сардельку. Добавьте носик в виде фасолинки, глазки, черточки и округлые брови. От одного края личика до другого нарисуйте большой волнистый овал. Это будет мех от шапки. Далее рисуйте верхушку головного убора. Она похожа на полукруг. Добавим бороду. Можно сначала сделать ее овальной, а потом распушить. Уберем лишние линии на бороде ластиком. Рисуем шубу Дедушки также овальной формы. Затем смотрим, какая длина нам подходит. И проведем линию подола. Лишнее снизу убираем. Прорисовываем рукава. Один и второй. Вторая рука у Дедушки согнута в локте. Он будет держать мешок. Наденем на ручки Деда теплые варежки. На рукавах шубки добавим мех. Снова почистим лишние линии ластиком. Вот как должно получиться. Нарисуем мешок с подарками и дополним мехом подол шубки. Опять сотрем лишнее и увидим, как преобразился наш рисунок. Наденем на Дедушкины ножки валенки. Дорисуем усы и рот. Пусть Дедушка улыбается. А дальше дело лишь вашей фантазии. Возьмите цветные карандаши и раскрасьте Дедушку на свое усмотрение. Вот каким стал мой Дедушка после раскрашивания. Думаю, что и ваш выглядит ничуть не хуже, а может даже и лучше. Чтобы рисунок получился законченным, добавим голубой фон вокруг Дедушки и немного снежинок. Теперь стало совсем по-новогоднему. Кстати, в нашей библиотеке есть и книжки о том, как научиться рисовать. Поэтому приглашаем всех. И любителей завораживающих новогодних историй. И маленьких художников, желающих развить свои творческие способности. У нас найдется книга для каждого. У нас найдется книга для каждого.